Сырье, используемое для производства продукции компании Гречи, оно всегда свежее. То есть, если вы посетите компанию, вы увидите, что лук как лук, спаржа как спаржа, все в свежем виде. И мы говорим, что больше чем в индустрии, чем в паролоне, это очень большая кухня. Это все для большого выбора блюда для кухни. То есть, что эти продукты здесь все из первого материала, нужно только открыть и использовать. То есть, у нас нет риски, чтобы получить продукты различные в конце года, потому что этот продукт будет продукт в лучшем периоде, и он может использовать весь год. И всегда используется только свежий сырье, которое вы открываете и получаете свежий продукт, который в течение года всегда в своем неизменном виде остается. Потому что он поступает в банку в свежем виде в том, в котором был собран. А сейчас попробуем. Это лук, которые собирают на полях, которые находятся в 10 километрах от компании. На что нужно обращать внимание, это то, что банка заполнена полностью продукцией. То есть, вы открываете банку и видите, что банка была полная, продукты много. И карчоффи, это очень важно для нашей компании, потому что это один из самых продавленных продуктов, и они только производятся с карчоффи итальянами 100%. Спарджа является основным продуктом, которым занимается наша компания. Артишок. Артишоки, извините. Артишоки являются основным продуктом нашей компании, которая компания придает важное значение его производству. Собирают их в пули, помещают в контейнеры, добавляют немного воды и соли и поставят в компанию. Эта банка не дает запах металла, то есть, она изготовлена по такой технологии, что она не портит продукт. Это помодори семи-драй, это полу-вяленые помидоры, помодори итальянские продукты, 100% итальянский продукт, полезные, полезные, слегка с вяленными и приправленные травами. Это помидоры, которые мы раздавали, они вялены в духовом шкафу, а эти помидоры вялены, полу-вялены, а эти вялены на солнце, на свежем воздухе. Посмотрите, пожалуйста, еще на качество банок. Посмотрите, она белого цвета внутри. Это покрытие очень прочное, и даже если во время транспортировки происходит какой-то удар, или банка мнется, это покрытие не нарушается. Это каперсы, для аппарата, или для приготовления, это артишоки, у меня нет коробки с собой, потому что не покажу. Внутри мы положили крем, 4 сыра, и панков, панков, и панировочные сухари, панков, ставим в духовку, так, так, когда вы закончите с закусками, перейдем к артишокам. Это тоже артишоки. Вот они в этой банке, в таком виде. Вы можете готовить их с панировочными сухарями. Вы можете готовить их с панировочными сухарями. Они приготовлены по тому же рецепту, как те маленькие, которые вы пробуете. Или, если хотите, в оливочном масле, приобретают немного, если хотите, немного их раскрывать, можно поместить в кипящее масло, и поджарить. И поджарить. Они приобретают очень сладкий вкус. Отправляем это тоже в духовку. Упс. Счерзо. Так. Теперь мы делаем в рисот. Приготовим рисотто. Вам можно делать? Так. В рисоттое я приготовлю по двое концертное. Двое концертное. То есть, мы рассказали по двое концертное концертное. Да. Уже практически гинзол, и оливочное масло. лук, измельченный, поджарим, потом добавляем рис туда, потом, когда немножко подрумянился рис, добавляем белое вино, потом даем вино испариться, потом 2-3 местори бульона, когда бульон полностью испарится, когда рис сухой, его распределяем на подносе и остужаем. И поставим его в холодильнике, когда нам нужно, мы можем его использовать. И вместо 20 минут, для приготовления риса требуется 20 минут. Таким образом, нам потребуется только 10, для приготовления его. И рисотто, мы начнем с огромной кремой карточки. Так. Берем замечательный крем из артишоков. В нашем ассортименте продукции состоящие из 600 видов, есть замечательный крем, крем, который можно использовать для приготовления риса, пасты, пиццы, пасты, пасты, макелерия, для приготовления мяса, для лица, что хотите. Так. Включаем плиту, добавляем бульон. Включаем плиту, добавляем бульон. Добавляем бульон. Продолжение следует. Продолжение следует. Все готово. Дивительно. Дивительно. Так готовим. Я шучу, что все готово. Просто показать, что очень легко. Я пришла сюда, чтобы вам показать, но это мог бы сделать и Марио сам. Если я могу сделать это, это значит, действительно очень легко. Дивительно. 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 inas腳от. Да, одна. Суновичной. Дивительно. 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 Дивительно, эта тыква производится на полях, которые находятся на расстоянии 30 км от места расположения компании и эта зона, где производятся они регионы, считается наиболее благоприятным для их выращивания. Добавляем тыква. Потом с использованием этого же крема из тыквы мы приготовим суп-пюре. Распределим нормально, потому что если все за раз съедите, потом будет тяжело. Добавляем немного бульона, тыква очень вкусная. Добавляем в сочетании с белыми грибами. Добавляем что-то типа фумикат, бекон или фумикат. И плюс еще если добавить что-то такое капчоне, типа бекон, капчоне сыр. Компания гречи больше всего продает помидоры, грибы и артишоки. Мы используем белые грибы и добавляем их к нашей тыкве. Смотрите, какие красивые кусочки. Они приготовлены по рецепту трефолата, то есть добавляем чеснок и петрушка. Добавляем петрушку. Так. Сейчас, секундочку. Сейчас, секундочку. Я дам попробовать вам вот это произведение. Это понятно. Это немного... Изображение с ферлом получается. Это немного прозер, да. Это не видно, что ли. Не видно ни цвета. Это, так. И также это. Спасибо. Сейчас мы разложим по тарелкам и отправим на столы. Мммм. Это готово. Сейчас его использую. Резот готов. Сейчас мы его разложим по тарелкам. То есть, когда ризот готов, мы добавляем сливочное масло и пармезан. Так. Вот так. Результат, я думаю, что я делаю Тарелки. Так. Поехали. Так. Немного сливочного масла. Так. Масло. Пармезан. Пармезан. Поехали. И затем перемешиваем. Чем холоднее сливочное масло, тем лучше. Лучше получается вот этот вот процесс заправки. Можно даже положить маленькие кусочки, кубики масла в морозильник. И получится намного лучше. Получится очень хорошо. Говорите мне, что это блюдо сложное в приготовлении. Так, жи. И вуаля. Готово. Adesso vi faccio il piattino così lo assaggiate. Il piattino così lo assaggiate. Il piattino così lo assaggiate. Sono buoni i carciofi? C'è il piattino? C'è il piattino così? C'è il piattino così? C'è il piattino così? C'è il piattino così. Questo ragazzo non ha mangiato per niente. Molto bene. Bravissimo. Allora, qua ormai ci siamo anche lui. La zucca è quasi pronta. Questo qua lo facciamo col cavolo viola. Questo risotto. Questo risotto. Questo risotto. Anche qua siamo stati molto veloci, devo dire. Questo bлюдo è anche molto veloce e molto semplice. Quindi mantechiamo sempre il nostro risotto. Sapravliamo il risotto. Parmigiano. Parmigiano. Andava bene lo risotto e carciofi? Добро пожаловать. Чтобы добавить немного краски к нашему блюду, мы будем использовать вот этот вот перец. Это сладкий перец, в форме слезы. Это не острый перец, не пикантный. Но они к нашему блюду придают краски. Красная капуста. Эту капусту можно использовать также в холодном виде. Для того, чтобы приготовить карпаччо, рыбу, соус. Если добавляете лимон, если добавляете лимон, то получается рожа шокки. Добавите лимон и становится такой розовый цвет. Потому что этот цвет что он наоборот станет коричневого цвета, потемнеет. То есть с лимоном ярко-розовый. Я скажу, потому что у него был такой случай, когда он добавил алкалин в воду. И стало коричневым. Блюдо стало коричневого цвета. Я оказалась в такой не очень хорошей ситуации. Так, буро. Сливочное масло. Пармезан. Пармезан. Заправляем. Пармезан. 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 Субпирит. из тыквы но это вы можете использовать любой наш продукт из капусты капусты сегодня мы приготовим пиастра так 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 то для приготовления пиастра как вы хотите сейчас мы делаем очень легко очень быстро для приготовления пиастра сегодня я буду готовить в таком легче на варианте потому что но если вы хотите дать немного сапорта седана, кароте и цеполе обычно чтобы придать больше вкуса вашему супу вы пассируете лук и морковь потом вы добавляете картофель который немножечко картофель потом добавляете потом добавляете крем бульон бульон доводите до кипения и когда все готово перемешиваете блендером и добавляете немного осьминога и добавляете немного осьминога осьминог с белыми грибами с белыми грибами мы слегка поджарим мясо осьминога и добавляете с белыми грибами потом добавляете бульон добавляете бульон и добавляете бульон консистенцию супа пюре вы уже сами определяете хотите более густую или легче осьминог так 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 я не могу большинство осьминога мы, естественно, приготовили вчера уже мы порезали его на кусочки так так и потом добавляем белые грибы так 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 и Суп-крем готов, сейчас мы перемешаем его блендером, погруженным. Вы видите, как это сложно? Вы видите, как это все сложно приготовить? Добавим немного петрушки. Вы можете приготовить любой другой суп-пюре. Сейчас мы подсушим немножко, поджарим немного хлеб для того, чтобы затем приготовить брусчеты. Допустим, на брусчетте, мы подсушим немного хлеба. После того, чтобы приготовить брусчеты, обычно наш шеф-повер использует крем 4 сыра. Но, поскольку он у нас вчера закончился, сегодня мы добавим крем другого вида. Пекорино-романо. Такой вид сыра. Потом он удаст попробовать. Они предлагают различные виды этого продукта. Пекорино-романо, пекорино-фоса, то есть это виды сыра. И другие сыры, которые выращены в защищенных регионах, то есть экологически чистые. Есть консорциум, который устанавливает правила для выращивания этих сыров, производства этих сыров. И для высокого контейнера и правильности продукта, мы можем поставить номер ДОП на скатолу, а то не можем. И, поскольку они тоже так же входят в этот консорциум, они могут на банках ставить опознавательный знак вот этой ОП, то есть то, что сыр экологически чистый и произведен из экологически чистого сырья. Так. То есть происходящие из регионов, которые защищены... Для приготовления брусхетт мы будем использовать средиземноморский крем, в состав которого входят перец, пепперони, очаги, каперри, анчоусы и каперсы. Но вы можете использовать различные другие виды, с беконом, с артишоками и так далее. Так. Так. А если вы помните вкус del pecorino romano, если вы попробуете этот крем, вы убедитесь что он имеет тот же вкус. Сверху я положу филе анчоуса и 2-3 каппери в сале, и 2-3 каппери в саленых капперс. Сейчас я вам объясню, как их правильно использовать в приготовлении блюда. Капперсы, которые вам сейчас показывает Марио, это соленые капперсы. Потому что их нужно очень хорошо промыть. Потому что если вы будете использовать их в приготовлении блюд, соль капперс может очень сильно испортить ваше блюдо. И, для того чтобы промыть их нужно замочить в воде. И потом теплой водой промыть, притом менять воду 2-3 раза необходимо. Кто-то мог бы сказать, что каждый раз так делать это очень... Но совет такой дает наш шеф-повар, вы просто один раз их промойте, поставьте в посуде и все. Можно это делать раз в неделю, раз в две недели, то есть помыть капперсы один раз и использовать все. Я сегодня утром их промывал, может быть они еще немножечко соленые, но у вас больше времени будет, чем у меня сейчас. Сверху посыпаем моцареллой. Поставим в духовку. Так. Иじゃあ, сейчас soft. Мы приготовим пасту сейчас, мы приготовим пасту, вы можете использовать свежеприготовленные, у вас больше времени, для этого, 2 минуты готовим их в течение двух минут, и пока готовится паста, мы отдыхаем, у нас экстремальный релакс, и готовим соус, мы используем грибы, в этой банке 7 видов грибов, некоторые выращены в искусственных условиях, и некоторые виды лесных грибов. Мы добавим крем с шампиньонами и трюфли, добавим его туда. Это очень вкусно, поэтому не хватает немного, чтобы дать вкус и вкусы. Вы можете делать, вот здесь, какие-то вещи, даже секунды из мяса. Насыщенный вкус трюфеля придаст, придаст насыщенный вкус также вашим блюдам. Его можно использовать с мясом и с другими, с другими блюдами. Немножко сливок добавляем. Немножечко добавляем крема. На шалшу, петрушка. На шалшу готова. Существую. Очень сложно, согласны? Петрушка. 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 Сти гночи. Меттемко бульона добавляем. Пармезан. Пармезан. Всегда. Всегда. Пармезан. 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 соусы. Вне запланированной программы мы сегодня приготовим. Потому что есть тут люди, которые были вчера, что-то сделаем новенькое. Вчера они ничего не ели, потому что сегодня приготовим новый рецепт. Это тем, кто был вчера. Я покажу вам, как можно использовать крем для приготовления соусов. Мы будем использовать всего три ингредиента. Их использовать очень легко, но отвечает традициям средиземноморской кухни. Немножко лука. Потом мы добавим немножко оливок. Это оливки, оливки побережье, оливки сорта Ривьера. Здесь три сорта оливок. Диверсы. Эти оливки залиты соленой водой. Эти оливки залиты соленой водой. Сейчас мы добавим... Для придания дополнительного такого вкуса добавим немножко филе анчоусов. Когда мы добавляем анчоусы... Готовить нужно избегать долгого приготовления соуса, потому что иначе анчоусы придадут горьковатый вкус. То есть добавляем их в конце приготовления. И добавляем помидор. И, по желанию, можно добавить... Две каперелли. Это средиземноморский рецепт. Вот здесь мы в спиазе. Добавляем еще один соус. Сделаем еще один соус. Салмоне. С ласосем. Видите, что велосипеды? Видите, как все быстро делается? Много чем велосипеда, чем чем смешно делать колли. Не только быстро, но еще и просто. К ласосю мы добавили фисташковый крем. Раз уж мы тут занялись этим еще один соус. Много оливкового масла. Кубики витчины. Затем Rider подготовили. Немножко подрумяним. Аggiungiamo una crema di radicchio. Теперь добавим crema из radicchio. Секори. Так. И потом паста готова. Voilà. Вот так. Так. Девочка паста готова. Допу, лапула, 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 лапула. Сейчас мы будем готовить паста. 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 Паста, лапула, 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 добавим немножко воды и его нужно разводить с небольшим количеством воды. В соотношении половина. лапула, то есть, в соотношении один к двум, да, правильно? Один к одному? Половина получается, да? Один к одному. В соотношении один к одному. Видите, что цвет уже изменился. Видите, какой цвет, цвет изменился. Пусть, если хотите, сделать рецепт originale лигуре, basta, чтобы добавить какие-то кубики из пататы. Если вы хотите сделать традиционный лигурийский рецепт, приготовить по традиционному лигурийскому рецепту, нужно добавить кубики картофеля, и фагиолини famожи, и стручковую фасоль. Кои верни, lungи. Зеленую, длинную. Зеленая, длинная. Стручковая и спаржевая фасоль. Так. Пусть, чтобы шалтать так же, видите? так, 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 так. Пармезан. Пармезан. Так. Пармезан. Пармезан. Добавим бульон. Возвращайтесь. Так. Добавляем полу-вяленые помидоры. 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 Другой помидоры, invece, это вот. Другой соус, который мы представляем вам. Вот этот. Пицца соус. Соус для пиццы. Пицца соус. Разница между ними какая? Это соус тоже из мягкой помидоры, но приправленный, заправленный. Здесь есть соль, есть специи. Видите, как она длинная. Но вы видите консистентность? Консистенция. Консистенция. Этот соус идеально подходит для пиццерии, где, допустим, где меняются операторы, повара, где меняются в несколько смен, и чтобы... Все эти пиццерии также используют этот соус. Потому что он готов к использованию. Открываешь и пользуешься. И используешь его для приготовления пиццы. Чтобы всегда был одинаковый вкус. Чтобы было одинаковый вкус. Особенно если работают разные люди. каждый делает по-своему, но чтобы был здоровый. И если в одной пиццерии вкус будет отличаться от другой, это не совсем правильно. имеется в виду в сети пиццерии, да? И еще одну пиццу мы приготовим. Пицца gourmet. Пицца gourmet. Она будет отличаться от традиционной. Мы приготовим ее с использованием крема. Это крем из аспаржи. Это крем из аспаржи. Приготовленные в сезон. Приготовленные в сезон. Приготовленные в сезон. Что я вам еще не сказала сегодня, нужно внимательно читать этикетку. Моя жена этому тоже уже научилась. Благодаря моим наставлениям нужно смотреть количество продуктов в банке. Ингредиенты. Аспаржи 80%. Посмотрите, ингредиенты. Аспаржи 80%. 80%. Есть масло, есть соль. Немного волокон. 80% это овощи. Например, в банке с тыквой там 84% самого продукта. чтобы не покупать воду и волокна. Это очень важная вещь, о которой может быть кто-то и не задумывается. Но если я тебе продаю продукт с 60% вертурой, 20% фиброй, если я добавляю воду, если нам продают продукт 60% продукт, в банке 60% и только продукта, остальное волокна и прочее, то вы поплатите меньше, используете вдвойне, и поплатите вдвойне. Математика. Это простая математика. 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 анные. Математичник. Математика. Наука. Положим его сверху, чтобы так будет лучше. Поехали, можно это приготовить с другим кремом, можно добавить артишоки, можно добавить бекон. Можно использовать крем, писташковый крем, можно использовать тыквенный крем, можно использовать лук. Дичемо, что Греция дает вам цветы, и вы должны делать кадры. Я даю вам краски, а картину рисуете вы. Сейчас я придаю краски своему произведению. Краски в банке.